19 возгораний сухой растительности было зарегистрировано в марте в городе Флорешт. Пожары не распространялись на жилые районы, но поражены большие участки земли. Всё больше регистрируется к возгоранию сухой травы, как на лесных участках, так и на полях. Вместе с службой чрезвычайных ситуаций и районным комиссариатом полиции создан план по рейдам для предотвращения опасных ситуаций. Специалисты отмечают, все возгорания были намеренными. Хозяева огородов таким образом пытались избавиться от сухой травы, но виновников найти очень трудно. На лесных территориях катастрофическая ситуация, так как участились возгорания по вине жителей. Мы вместе с экологической службой и другими органами не можем удержать ситуацию под контролем, так как пожаров много, 4-5 в день, особенно опасные ночные. Служба гражданской обороны чрезвычайных ситуаций предупреждает людей не использовать огонь для очистки земельных участков от сухого стоя. Особенно ветреную погоду. Чаще вызывают при возгорании сухой травы. Удвоилось число вызовов. В среднем мы имеем 4 вызова в день. И поэтому хотелось бы попросить жителей соблюдать правила безопасности, а также запрещено сжигание мусора и сухой травы. Специалисты напоминают, в соответствии с статьей 115 Кодекса правонарушения за поджог предусмотрено наказание в виде штрафа размером от 100 до 150 для физических лиц, а для юридических от 200 до 400 условных единиц.